Продолжение следует... 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 В предыдущие годы мы смогли обследовать 42% популяции, и невзирая на количество и на объем обследованных территорий, хотя она отличается от года к году, доля оккупированных, занятых территорий всегда остается на уровне 80%, за исключением 2017 года. Здесь видите, что в 2017 году у нас 93% занятых гнездовых территорий, но это не совсем верно, потому что это было связано с субъективной базой данных, потому что я собирала эти данные в другой базе данных, у меня просто не было сырых источников, я использовал уже переработанные данные в 2017 год, и там не было просто информации о пустых гнездах. Но если вот вглядеться в коэффициент успешности размножения, то мы можем заметить, что между годами очень большая разница. Я хотела бы показать вам эти два таких спада 2019 и 2022 году, и это довольно хорошо совпадает с теми годами, где мы обнаружили очень высокую смертность среди слетков и среди взрослых птиц. В 2018 году мы 8 крупных птиц мертвых нашли в ядре популяции, ну, в ядре территории степного орла. Мы вообще с мертвых птиц начали находить в 2016 году, но их количество выросло в 2018 году, и вместе с степным орлаем мы находили также и конюков. В 2019 году количество смертей и смертность еще понизилось, и у нас мы заметили очень большое количество новых молодых партнеров, парах, которые заменяли умерших птиц. А в 2022 году у нас опять довольно высокий уровень умерших слетков и умерших птенцов. И вот давайте посмотрим на распределение. У меня кострелок много было, забыла, о чем они. Ну, хорошо, это вот такое специальное распределение территорий, территорию размножения, гнездовых территорий. Это вот красные, зеленые, это неповрежденные, незаметные, красные, а зеленые, это там, где находятся местные фермеры и местные фермерские хозяйства. И вот здесь карта мероприятий по диротизации, которые проводятся в Кошагаше в 2017 году, проводилась в 2017 году. И вот диротизация была проведена для того, чтобы предотвратить чуму, распространение чумы, которые передавали на тот момент барсуки. То есть они попытались избавиться от всех грузунов в регионе. И мы, когда соединяем эти карты, мы можем понять и заметить, что территории, которые у нас тут с вами есть, с умершими взрослыми, с умершими слетками, как раз таки это те территории, где прохладилась как раз таки и обработка. Обработка против турков. Извините. Вот этот вот кластерик, который находится довольно близко к деревне Ташанда, здесь находится близко к деревне Женаул. И здесь были несколько случаев в ущельях, курных ущельях, где тоже находятся фермы, которые проводили диротизацию. Мы сделали обследование на деревьях с птицами, и оказалось, что птицы погибли от бромедиалона. Мы попытались что-то с этим сделать. Попытались привлечь внимание местных властей, Министерства по защите окружающей среды, но должна признаться, что ничего, все-таки мы не были успешными, нам не удалось, и не смогли мы решить эту проблему на тот момент. Ну, потому что, когда они пытаются как-то бороться с какой-то человеческой болезнью, то понятно, что они даже и не обращают внимания на болезни животных. Ну, проблема в том, что методы, конечно, полностью и абсолютно неверные, неприменимые. В 2024 году опять у нас очень высокая смертность птенцов, но в этот момент мы уже не находили взрослых уже мертвых птиц. Я думаю, что это связано с тем, что они стали использовать два препарата Дифинаком, бромедиалон. И мы смогли найти очень большое количество останков грызунов, которых просто отрыгнули взрослые птицы. То есть, вероятно, взрослые птицы смогли выжить, потому что они поняли, что это ядовитый корм, но птенцы этого не поняли, не имели возможности как-то это отрыгнуть, и, соответственно, они погибли отравившись этими едами. Как вот этот весь яд повлиял на успех размножения и на популяцию? В 2014 году в ядре, ядровой территории, у нас было 18 новых ядовых территорий, 12 восстановились от предыдущих. Восстановились, и все, к ним вернулись тоже жильцы и птицы. 28 гнездовых территорий были заброшены с 2014 года. Также у нас была 31 стабильная гнездовая территория в этом регионе и 18 гнездовых территорий, по которым у меня недостаточно данных, чтобы сделать какой-то вывод об их статусе. И что я здесь могу сказать, что с 2014 года ядро популяции районов, ядро популяции степных орлов Кошагаш увеличилось на 23 пары, и теперь это 73 пары в 2020 году по сравнению с 50 в 2014 году. Это довольно-таки хороший прирост. Я думаю, что это было возможно благодаря довольно хорошему уровню успеха размножения, которые эта популяция демонстрирует до сих пор. А вторая часть, второй кусок моей презентации, это исследование в Туве. Это тоже еще один регион, Алтай, Саяна. И здесь у нас тоже была такая серьезная катастрофа, Брамадиалон, которая произошла в 2002 году. И, кстати, это произошло в Монголии. Монголия обработала около 5000 квадратных километров Брамадиалоном, и это сделала в апреле, когда большинство наших орлов все еще были там, в Монголии. И с 2002 года популяция в Тувинской степи просто исчезла. Ну, она почти исчезла. И с 2011 года постепенно эта популяция восстанавливается. Давайте я покажу вам, где находится Тувинская степь. Она вот здесь вот находится. Это маленький такой беленький кружочек, белое пятно. Ну, хочу сказать, что довольно красивые, широкие территории, такие пространства. Раньше это использовалось как обрабатывающие холестинные годы. Ну, сейчас они являются такой дикой природой и неприкосновенной человеком. И вот сейчас вот так это выглядит, повезетно вот так. Вот эти замечательные холмы являются идеальным идеальное средовое обитание для степных орлов. 2004 по 2010 год. Не было здесь вообще ни одной инвестиционной пары степного орла после того, как они вымерли в 2011 году. Но в 2011 году появилось первые три пары и постепенно популяция начала расти. В 2014 году у нас было уже 4 активных гнезда и всего 6 оккупированных, занятых гнездовых территорий. Сейчас у нас от половины до 11 до 13 гнездовых территорий. И интересно будет, конечно, наблюдать за прогрессом и развитием и появлением новых гнездовых территорий. В 2018 году мы заметили новые две пары по сравнению с 2014 годом. И что интересно, что это была одна пара, это пара, которая размножалась на дереве. Ну, то есть есть такой стереотип, такое поведение, которое раньше в этом регионе никогда не было замечено. Одна пара сделала свое гнездо, строил свое гнездо на дереве, и в течение трех лет они размножались, и у них были слетки. Но, к сожалению, в 2021 году самец из этой пары был убит после столкновения с автомобилем на магистральной дороге около гнезда. Но в 2021 году мы получили новых две пары и потеряли четыре из этих новых пар. И две из девяти новых пар тоже гнездовались на дереве. Вот это в фотографии того места. Да, вот это место, где мы потеряли первую пару, которая гнездилась на дереве. А вот это, где две новых пары образовались и тоже построили свое гнездо на дереве. Интересно, что одна из этих пар заняла именно вот эту платформу, которую мы специально построили для вот таких вот птиц, которые хотели гнездиться на дереве. Но, к сожалению, эта пара заняла это гнездо, но она не была успешна, хотя пока не разводились на этой платформе. Когда они переселились на этот склон, они, кстати, тоже были потом успешны. Но почему-то на платформе вот этой гнездовой они не смогли размножаться. В 2022 году у нас появилась еще одна пара, которая размножалась на дереве. Но, к сожалению, самку застрелили недалеко от гнезда именно в тот год, когда они планировали размножаться. В 2023 году у нас был очень низкий уровень успешного вмножения из-за очень тяжелых погонных условий. Из 11 только трех парах были вылупившиеся птицы. А, слетки. Вообще у нас проблема это везде, по всей степи Евразии. То есть, действительно, год был климатически очень сложный для хищных птиц. Но я надеюсь, что этот период долго не продлится и, по чему, популяция восстановится. Что я хочу сказать в заключении от винской популяции, что за 10 лет количество популяций выросло от 6 пар в 2017 году до 13 пар в 2022 году. И только три гнездовых территории оставались стабильными, неизменными в течение всего этого времени, не взирая на изменение паттернов, по закономерности размножения. Но три пары вот каждый год, ежегодно размножаются. Это были установлены новые 10 гнездовых территорий и 10 были... А, три восстановились. Ну, пытаться. И всего 4 новых пары, которые загнездились на новой территории. А вот три из восьми были успешными. Если посмотреть на успех размножения, то до 2019 года у нас было повышение, а потом у нас стало потихоньку снижаться. Но, в любом случае, ну, это довольно неплохой уровень. Ну, за исключением, конечно, результатов 2023 года. Но я очень надеюсь, что это не тенденция, а всего лишь просто плохой год выдался. Ну, я надеюсь, что популяция наша будет продолжать расти. И мы надеемся, что будет все больше и больше пар гнездящихся на деревьях в нашей территории. У нас есть, конечно, вопросы о том, откуда они берутся. Это, может быть, наши натальные птицы, которые просто вылетают в Казахстан, учатся у казахстанских птиц, гнездятся на деревьях, и они перенимают этот стереотип размножения. Ну, может быть, либо это птицы из Казахстана, то есть это какие-то осколки казахстанской популяции, которые прилетают нам и гнездятся на деревьях. Или, может быть, это птицы из восточно-сибирской популяции, которые размножились и расселились в нашем регионе тоже. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо, Елена.